Дорогие братья и сестры, возможность выступить в селе имама Хамзата для нас сегодня стала большой радостью. Мы надеемся, что эта проповедь принесет огромную пользу всем мусульманам. Рассказ об имаме Хамзате в его селе будет похож на поездку в Медину для продажи фиников, где они и так в огромном количестве. В возрасте 12 лет отец Хамзатбека, рахмахулла, отправляет его в селе Нечох к одному из исламских учёных для получения знаний по религии. Отца Хамзатбека звали Алискандер. Он, имея большие возможности устроить сына в жизни, отправил его на учёбу для получения религиозных знаний, потому что знал об их важности. Покинув свою состоятельную семью, будущий имам пребывает в селении Чох. Когда его в папахе и в шинели увидел учитель, он ему сказал, «Эта папаха и эта шинель не примут знаний по религии». Почему же его учитель так сказал? Потому что он видел, что в основном за знаниями приезжают бедные люди, также он знал из истории религии, что почти все пророки были бедными, в том числе и наш пророк Алииссаляту Вассалям. Он был беден и умер, не оставив после себя ничего. Также бедными были и Аулия. Слова учителя задели Хамзатбека, и тогда он закинул папаху и шинель в сарай. После он приступил к ульму, знанию. И на протяжении 12 лет он получал религиозное образование, оставаясь у этого учителя. Когда ему исполнилось 24 года, он собрался домой. Провожая его, учитель вежливо напомнил ему, чтобы он не забыл забрать свою папаху и шинель. Когда имам Хамзат, рахимахуллах, полез в сарай, то обнаружил, что шинель почти всю съела моль, остатки же шинели он показал учителю. Этот случай очень поучителен. Это напоминание многим состоятельным родителям о том, что даже если у них есть большие финансовые возможности, то пусть это, образно говоря, не станет причиной того, что их дети в папахе и в красивой шинели потеряются в этой жизни. То есть, даже если у нас есть возможность купить корочку в образовании, мы не должны этим обольщаться. Эта возможность не должна препятствовать нормальному развитию наших детей. Деньги должны быть направлены в правильное русло, а наши наследники должны получить качественное и высокое религиозное образование. Они должны быть воспитаны богобоязненными. Это самое главное в наше время. Вернемся к имаму Хамзату, рахимахуллах. Несмотря на то, что он учился у хорошего учителя 12 лет в Чухе, он решил и дальше продолжить свое образование в селении Хунзах у знаменитого ученого Ихади Хунзаха Нурмагомеда. Теперь сами посчитайте, сколько лет он посвятил изучению религии, если всего он прожил 45 лет. Если это сравнить с нашим религиозным образованием, то чем же окажется наше образование по сравнению с его? Окажется оно каплей в море. С каждым днем мы все больше и больше внешне становимся похожими на мусульман. А в действительности мы далеки от исламской религии. 20 лет назад мы в этом зале присутствовали с другой целью. Здесь был концерт. Это было 9 мая. Здесь мы оказались тогда по пути, когда ехали в Хунзах. А в этом помещении негде было сесть. Зал был забит людьми, которые пришли на концерт для развлечения. Сегодня ситуация не так сильно изменилась. Если сейчас людям бы сказали, что сюда приехал какой-то певец с песнями, то здесь невозможно было бы протолкнуться. Так же было бы в случае с любым другим певцом. К чему мы это рассказываем? К тому, чтобы мы думали. Когда мы ставим религию ниже, чем развлечения, то и Аллах тоже поставит нас ниже и вознаградит лишь малым. Когда мы уделяем мало внимания религии, Аллах тоже уделяет нам мало внимания и оставляет нас со своим нафсом, эго. Здесь хотелось бы напомнить дуа пророка, который просил у Аллаха, «О Аллах, не оставляй ты меня со своим нафсом. Нам нужно подумать над этим». Из-за слабой веры наши сёлы стали разделяться как государства. Тухумы перестали признавать других из-за своего рода. Родня не чувствует родню, нет тепла между членами семьи. Каждый стал жить сам по себе, изолируя себя от других. Это привело к тому, что мы стали жить, как будто один мусульманин, а другой не мусульманин. И это всё бывает даже в рамках одной семьи. Раньше мусульмане к не мусульманам лучше относились, чем сегодня мусульмане друг к другу. Сегодня соседи мусульмане друг с другом живут хуже, чем сосед мусульманин с соседом христианином. Мусульманин с соседом иудеем дружат больше, чем с соседом мусульманином. Хочу привести примеры из жизни Абу Ханифы. В его дом текла канализация от соседа Иудеи более 10 лет. И он не сделал замечания своему соседу. Он сам выносил канализацию соседа тайны, чтоб сосед не видел. Когда Иудей узнал об этом, он принял ислам, восхищаясь чистотой и красотой исламы. А сегодня, глядя на нас, кто примет ислам? Увидев наше недружелюбие, кто примет ислам? Увидев наше медленное развитие, отсталость, кто пожелает прийти в ислам? В действительности, мы можем стать причиной принятия ислама неверными, и в то же время мы можем стать причиной выхода мусульман из нашей религии. Почему? Потому что ислам, как жемчуженное яйцо, на которое направлены взгляды всех окружающих. Только вот мы, мусульмане, закрыли все обозрение. Об этом поведал ученый из Магриба, профессор Аль-Араби Кашаф, которому в Германии новообращенный немец сказал, «Да, ислам – это жемчуженное яйцо. Только вокруг этого яйца обвита черная змея, которая не дает другим видеть сверкание этого яйца». Этот немец спрашивает арабского профессора, «А ты знаешь, кто эта змея?» Арабский ученый ответил, что нет. И тогда немец сказал ему, «Это вы, мусульмане». Еще добавил, «Вы не даете народу ни увидеть, ни понять, ни почувствовать свет и красоту ислама. Мы, мусульмане, можем получить от Аллаха величие, силу, огромные способности, то есть получить много пользы, но мы не умеем распоряжаться благами». Это и стало причиной ослабления мусульманской умы в мире. Вспомните, как раньше люди во всем помогали друг другу. Когда один строил дом, все приходили и помогали. Когда приходила беда к одному, другой выручал. При появлении гостей друг другу помогали. Это было красиво, дружно. И тогда между людьми была любовь. А любовь в сердца людей вкладывает только Аллах. За деньги любовь не приобретешь. От славы и величия любовь не появится. Этому в качестве подтверждения есть пример из прошлого. Наше разваленное государство, хотя оно и имело какую-то силу и мощь. Наша основная тема сегодня – причины появления разногласий между мусульманами, появление убийств среди мусульман, воровство среди мусульман и появление многих других бед в нашей умме. Все вышеперечисленное происходит, потому что каждый заботится только о себе. Такой эгоистичный человек в судный день не получит шафаат, заступничество от других. Пророк, алейхи саляту ассалям, больше всего будет заступаться за людей и свои уммы. Почему? Потому что пророк, саллиллаху алейхи салям, еще в утробе матери произнес «Моя умма, моя умма». Он родился уже заботящимся и переживающим за каждого и свои уммы. Поэтому ему Аллах разрешил делать шафаат. Также, если кто-то из нас думает и переживает за другого человека, Аллах может нам тоже позволить делать шафаат за другого. Кто не думает о других, не переживает за других людей, тому Аллах ничего не дает. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал, что тот, кто думает только о себе и о своем хозяйстве, не из числа мусульман. Мусульманин – это тот, который плачет, увидев голодного мусульманина на другом краю света. Приведем такой пример. Если мы увидим в Африке умирающего от голода своего брата, сына или другого родственника, как мы будем переживать за него? Плакать, превращая дом в траур. Здесь будут плакать брат, родственники, его род и еще другие тоже, несмотря на то, что это братство временное, пока мы находимся на земле. А на самом деле, кого же мы должны больше жалеть? Пророк, саллиллаху алейхи салям, говорил, что в судный день, когда все предстанут перед Аллахом, когда будет очень жарко и душно, что не будет хватать воздуха, под тенью арша спасутся два брата по вере, которые объединились ради религии ислам и которые держались за религию и шли вместе. Пророк, саллиллаху алейхи салям, не сказал же про двух родных братьев, которых одна мать родила. А сказал он, алейхи саляту алейхи салям, про братьев по вере. Почему? Потому что если мусульмане соблюдают такое братство на земле, Аллах вознаградит нас на том свете, ведь это объединение ради Аллаха. Почему же у нас так много бед, несчастий и разборок? Прежде чем ответить на этот вопрос, заметим, что болезнью нашего времени является оценка начала действия. Мы не дожидаемся его конца. Мы порой забываем, что наш Создатель, Всевышний Аллах, все, что Он создал, имеет свой порядок и свою последовательность. Также мы забываем про то, что Аллах не наказывает нас без нашей вины. В суре «Рум» в 41-м аяте говорится, «Выявятся беды на земле и в море из-за человеческих деяний». Пояснение к этому аяту мы можем найти в Тафсире «Рух-юль-Баян». Высохнут реки, травы, люди останутся без урожая, коровы не будут давать молока, произойдут пожары, оползни, овладеет нами враг, появятся массовые войны. Теперь посмотрите. Все, что перечислено в Рух-юль-Баян, притворилось в жизнь. Мы видим и войны, мы видим и высохшие реки, и отсутствие урожая, хотя мы живем в век развитых технологий. Посмотрите, как в таком развитом мире один миллиард человек умирает от голода. Обратите внимание. Это происходит, когда люди дискутируют об освоении космоса, дискутируют о производстве ракет и о другом дорогостоящем вооружении. Каждый шестой человек в мире умирает от голода. Почему? Потому что мы стали непослушными Аллаху. Беды появились из-за того, что человек пошел против Аллаха. Аллах в Коране говорит, что человек сам частично пострадает от своих грехов. Аллах не сказал, что человек полностью пострадает от всех своих грехов, потому что Аллах милосердный. Это мы видим на примере атеистов, которые говорят, что нет Аллаха. Аллах не наказал их в этой жизни, а ведь ему это легко. Ведь он сотворил мир, сказав только «Будь». Если Аллах дал бы нам беды согласно нашим грехам, уже не существовало бы земного полушария. Все наказания и беды Аллах отправляет, чтобы мы исправились. Это как в следующих примерах. Чабан кидает палку перед овцами, чтобы они повернулись и изменили направление. А если овцы не меняют направление, тогда он их наказывает. Так же родители останавливают детей, когда видят, что они идут неправильно. Так же и ученые останавливают народ. А если народ их не слушает, то попадает в беду. Сколько сегодня много разных идеологий, только в одном Дагестане. Много разных сект, разных вредных книг, переведенных на национальные языки, в том числе и на аварский. Что же является основной причиной всех бед и несчастья среди нас? Это, прежде всего, наша неграмотность, невежество, незнание и непонимание. Ислама. Мы в действительности не знаем нашу религию. Нам только кажется, что мы ее знаем. Почему? Мы построили мадресе, но не отдаем туда своих детей, где тем более бывает бесплатное образование. Вместо этого устраиваем детей неизвестно куда за большие деньги, и в каждую сессию мы переводим свои деньги в чужой карман. Если бы нам пришлось хотя бы одну четвертую часть этих денег отдать за религиозное образование, вряд ли нашлись бы желающие учиться. Мы на материальное состояние тратим 90% времени. 10% времени можем тратить на религию, а тратим максимум 1%. Мы рано утром встаем, идем заниматься своим хозяйством, на поле, в огород, в горы, на пастбище. А теперь обратите внимание, сколько человек из нас приходит на намаз, когда мечеть, которая находится рядом с нами, зовет нас на молитву. Знаете, какая хорошая вещь статистика. Что же такое статистика? Статистика – это, когда я поднимаюсь на гору, алда, нашего села Кикуни, и смотрю на людей, изучаю, кто и чем занят. Раньше, в коммунистические времена, там собиралась молодежь играть в лото. Сегодня я наблюдаю оттуда и смотрю на то, сколько человек работает в поле, сколько человек сидит на Гадикане, вместо в ауле, где собираются мужчины, сколько человек в школе, сколько человек в мадресе, и я вычисляю их количество, относительно количества населения. Таким образом, я могу оценить, в каком состоянии находится общество нашего села. И когда мы так изучаем свое общество, мы можем обнаружить, что религии мы уделяем мало внимания. Приходит к учителю ученик в мадресе, получив минимальные знания, исчезает. Теперь напомним, как Хамзад, имам, который вырос в состоятельной семье, 12 лет оставался в чужом селе со своим учителем, чтобы получить образование, и вернулся домой только в возрасте 24 лет. Вы лучше нас знаете, какой богатый отец у него был. У них было все, много лошадей, поля, сады и многое другое. В истории жизни имама Хамзада мы видим и пример того, когда оценивают по внешности. Помните, что его учитель сказал ему про его папаху и шинель? Что они не примут его религиозных знаний. Почему учитель так сказал? Потому что учитель знал, что за религиозными знаниями приходят бедные люди. Также учитель знал, что для получения религиозных знаний нужны усидчивые, терпеливые, выносливые, совестливые, старательные люди. Чтобы до конца изучить одну книгу, как положено, сколько усердий нужно приложить к этому? Сколько времени понадобится, чтобы в голове своей человек усвоил шариатские законы? Зная про этот нелегкий труд и про то, что состоятельные люди не ценят этот труд, не могут доучиться до конца и уходят, учитель ему сказал, что он не справится с учебой. Но имам Хамзад был исключением. Он был усидчивым, стойким, смелым и мужественным. Поэтому он смог проучиться до конца, закинув свою папаху и шинель далеко в сарай. Напомню еще раз, что далее он уехал в селение Хунзах для продолжения учебы у великого ученого Нур-Мухаммада. И, конечно, когда при таком отношении к изучению ислама Аллах тоже его возвеличит. Если так, кафир старался бы, Аллах и кафира вознаградил бы в этой жизни за его старания. Вы не думайте, что за старания на земле Аллах возвышает только мусульман. Аллах говорит в суре Исра, что на земле он дает блага всем верующим и неверующим. Об этом же пишет и великий ученый Ибн Атайла Искандер в своей книге «Экам». На земле все Аллах разместил как еду на подносе. И из которого каждый получает то, что берет. Мусульмане вначале старались и Аллах им все дал. Потом мусульмане разленились, стали неблагодарными и забыли про то, откуда они все получили. И это стало причиной отсталости мусульман в наше время. Неверующие заметили, что за старания Аллах дает. И они за свои старания дошли до космоса. Также они старались и получили огромные заводы и фабрики. Изучив жизнь неученого химика Менделеева мы знаем, что он очень старался до такой степени, что увидел свою знаменитую таблицу во сне. В подтверждение этому есть хадис пророка алейхиссаляту ассалям, в котором говорится, что человек получает за его старания. За что человек борется, то человек и получает. Мы должны знать, что все проблемы людей заключаются либо в их неверии, либо в их слабой вере и непонимании своей религии. Когда кто-то начинает бурно обсуждать, не имея знаний по религии, то это плохо заканчивается. Появляются разные идеологии. К примеру, надо знать арабский язык, знать причины неспослания тех или иных сур, чтобы говорить, что имелось в виду в Коране, а не опираться на свое собственное понимание. Нельзя быть такими наивными и глупыми, передавать друг другу все, что услышали, и потом представлять все это, как полученные знания. Начнутся споры, как в детском садике, знает, не знает, ты откуда знаешь, закрой рот и так далее. Такие глупые споры возникают, когда нет знаний. Чтобы получить образование, надо стараться, надо быть усидчивым. Надо учиться последовательно, начиная со школы, с техникума, с института. Человек, который изучает религиозные науки, должен знать все, и математику, чтобы уметь правильно разделить наследство. Географию, историю, чтобы понимать историю пророков, медицину, чтобы сохранить свое здоровье. Но основой всех наук является религия. Если жизнь это дерево, то религия это ствол, корни которого находятся везде. Если у религии ислам не было бы крепких корней, то ствол ее легко вырвало бы и ветрами раздуло в разные направления и потерял бы свое направление. Мы встречались с бывшими учителями в селении Кикуни. Как-то мы им сказали, вы нам говорили, что наступит коммунизм и что в это время мы будем жить как в раю. Поверили коммунистическому правительству. А если бы вам тогда сказали, что вы сегодня можете остаться без места работы, закроются школы? А если тогда мы, ваши ученики, сказали бы вам, что скоро разрушится наша школа и вместо обещанного рая, в кавычках, вы получите разваленную школу и вы останетесь без работы, тогда вы нам, ученикам, что сказали бы? Как видите, рай не наступил, а разрушенные школы мы видим. Общество без религии не может долго существовать. Как мы уже говорили выше, религия, как ствол для дерева, нужна для устойчивости общества и для его развития. У религии ислам глубокие корни, поэтому она сохранилась. Если бы это было не так, наши книги уже давно, как учебники Маркса и Энгельса, а также Ленина, валялись бы на полках, как ненужная макулатура. Исламское образование это образование, которое установил наш всемогущий создатель на земле и отправил пророков для пояснения святых знаний. Не усовершенствуясь в знаниях, человек ничего не достигнет, а если достигнет, то и потеряет. Вот это надо запомнить. На вопрос, почему в религии ислам так много разветвлений, ученые-тарикаты отвечают, что это от того, что невежество проникло в религию. Поводом для разделений мусульман является невежество среди нас. Приведу пример про хадж. Как много можно там увидеть разделений и масхабов школ правовых. Только здесь речь идет не о масхабах ахлю сунна аль-джамаа шафиитских, ханафитских и так далее. Мы здесь говорим о других, о выдуманных, неправильных масхабах. Сколько там мы видим идеологий? Только у одних шиитов сколько течений. Многие уже вышли за пределы религии. Если внимательно посмотреть, мы там искренних и понимающих ислам людей найдем столько же, сколько белых ворон среди черных. Если бы это было не так, от такого большого количества мусульман во время хаджа весь мир бы сиял. И мы освободились бы от невежества. Исчезла бы неграмотность и невежество среди нас. По данным арабских СМИ среди арабов 70% неграмотных людей. Мы народ, которому пророк алейиссаляту вассалям пришел с первым аятом читай. Мы народ, из которого вышел знаменитый ученый хадисовед имам аль-Бухари. Мы потомки великих асхабов и имамов, которые распространили ислам по всему миру. Бухари узбек по национальности. Родился в Узбекистане, собрал вторую по значимости книгу после Корана. Он родился после смерти имама Абу-Ханифы через 200 лет после появления исламы. Муслим был знатоком Аджамы, перс по национальности, автор второй книги хадисов. Перу Забади составитель арабского словаря. Дагестанец Абдулхамид Шервани из Закатал, который был устазом на Кшбандийского и других тарикатов, как об этом пишет Шуаиб Багини в своей книге Табакат, комментировал Тухва Туль Мухташ, самая значимая книга имама Шафии, самая главная книга, из которых берут фетвы Ибн Хаджар. А теперь подумайте, почему они столько внимания уделяли этим знаниям, будучи сами аджамами, не арабами. Разве имаму Бухари за каждый хадис премию давали или докторы? Имаму Муслиму, передатчику хадисов, что давали? Им никто ничего не давал. Они знали, что все это они делают ради довольства Аллаха. Они знали, что это от них требует религия Ислам. Они знали, что дом вечный более значим, чем дом на этой земле. Поэтому они шли долго разными дорогами для сбора хадисов пророка и часто находили, что передатчик хадисов умирал до их приезда к нему. Они собирали хадисы долго и шли они пешком, они на самолетах летали и даже не передвигались на корабле или на поезде. Они шли по асфальту, меняя разную обувь. Они шли, взяв с собой воду и сухой хлеб в надежде на довольство Аллаха. Поэтому их умма заслуживает самые большие награды. А мы как стараемся. Даже не следим насколько правильно наши дети читают суры Аль-Фатиха и Алихлас в намазах. Разве мы стараемся дать религиозные знания нашим детям или хотя бы проверяем их знания обращаясь к знающим людям? Конечно, при таком нашем отношении к религии в нее проникает невежество, которое распространит свои корни как раковая опухоль. И наши дети станут жертвами, мишенью для охотников с неправильными убеждениями. Кто здесь виноват? Только мы сами. Аллах в Коране говорит, что каждый получит соответственно своим деянием. Появление бед среди нас это признак нашего непослушания создателю, халаку. Много примеров этого мы видим в истории. Мы на свет пришли спустя 14 веков после начала распространения ислама пророком алейхиссалят вассалям. Поэтому мы должны изучать историю этих 14 веков и извлекать из нее для себя пользу. Если мы не извлечем уроки из жизни наших предков, мы не сможем правильно пройти по своей жизненной дороге. От знания истории не станешь ни бедным, ни богатым. Если наш дедушка был богатый, а я сегодня бедный, что мне дает богатство дедушке? Если дедушка был бедным, а я богатый, что мне дает бедность деда? Но зато история учит человека мыслить. Об этом нам сказал наш преподаватель Мухаммад Саид Аль-Буты, засмелуется над ним Всевышний, что история дает человеку знание и понимание. Для примера возьмем Джам'ат население селения Гацатль, откуда вышел имам Хамзат. И что этот имам вам и нам даст, если вы и мы не последуем за ним? Это разве что нибудь даст, если мы за ним не последуем? Если историю жизни имамов мы будем изучать как сказки, если мы не извлечем уроки из их жизни, если мы не будем анализировать события того времени, что это нам даст? От того, что напишут, что в те времена кто-то голодал, я же не испытываю голод, если я сыт, если дает способность мыслить и способность получать знания. Хорошо, когда у человека есть знания, когда у человека способность воздерживаться от стремления к удовольствиям и при этом стремиться к довольству Аллаха. Все неправильные идеологии и проблемы наши являются следствием наших грехов. Например, Шуайб аль-Багини Худисасир пишет, шейх Джамалуддин Афанди сказал имаму Шамилю за год до развала Дагестана. Дагестан скоро окажется в руках России. Имам Шамиль на это сказал, мы будем молить, делать дуа, есть вероятность того, что Аллах устранит от нас это большое дело, которое мы не сможем понести. Шейх Джамалуддин ответил, этого не миновать. Поистине, мольбы угнетенных поднялись выше трона, и Аллах ответил им и поставил преграду между нами и нашими мольбами в этом деле. И дело было так, как об этом сказал шейх Джамалуддин да осветит Аллах его душу. Причиной поднятия мольб угнетенных над троном было то, что большинство визирей предводителя правоверных шейха Шамиля, также его наместников Вакилий и особенно Черкотинский нарушили, предали, сделали киянат в шариатских решениях и в управлении исламских дел. Также они проявили несправедливость, притесняли слабый народ, который был вокруг них, который был в руках Русской империи и у которых не было возможности на переселение и какую-либо другую помощь. Они похищали их, их женщины, детей, а затем продавали. Это несмотря на то, что похищение свободного человека и его продажи является запретной. Также употребление их еды и еды тех, кто находится под их вилаятом управлением и также совершением других порочных дел, которые не перечислить. И попадают они под следующий аят. «Мы погубили эти города, когда они стали поступать несправедливо и установили для их гибели срок». Сура Кахф, аят 59. И также под этот хадис «Если ослушается меня тот, кто знает меня, то я дам над вами власть тому, кто не знает меня». Кому интересно, посмотрите, это написано в книге Табака Чуайба аль-багини куддиса сирруху. «Как же на нас Аллах не направит незнающего Аллаха, когда мы его ослушались?» И в 1917 году Аллах направил на знающих тех, кто не знает Аллаха из-за грехов мусульман. На самом деле мы только смотрим на следствие, не видя при этом причину. А устазы и шейхи видят скрытые причины в отличие от нас. Это мы должны учитывать, если мы хотим понять то, что происходит на самом деле. Имам Шаарани в Минане пишет, что в истории было много случаев, когда люди доходили до каннибализма, когда люди ели людей. До такой степени доходило насилие от невыносимого голода, что мать ела своего ребенка. Еще раз повторюсь, мы появились через 14 веков после начала распространения ислама. Если мы хотим получить спасение, то должны извлечь уроки из этих столетий. Надо смотреть, как будто через бинокль. И главное не перепутать сторону бинокля. У бинокля одна сторона приближает предмет, а другая отдаляет. Если мы посмотрим через линзу, отдаляющую от нас предмет, нам покажется, что и до смерти далеко, и ангел Азраил далеко нам покажется, и тогда мы будем думать, что жить нам еще долго. Тогда мы не увидим эти 14 веков, потому что они будут отдалены от нас. Поэтому мы должны посмотреть через линзу бинокля, которая приближает к нам предмет. Тогда мы увидим, что происходило все эти 14 столетий. И тогда мы поймем, что все, что наступает, может находиться очень близко, как будто ангел Азраил стоит перед нами, как будто мы видим свою могилу. Тогда мы увидим все детально, что происходило в каждом веке. После такого представления человек трезво посмотрит и оценит свою жизнь. В реальности можно увидеть много людей, которые не так уж и трезво относятся к жизни, хотя они видят, как и мы, но не могут извлечь уроки как надо, не могут делать выводы из прошлой истории. Когда мы хотим получить пользу от чего-то, мы должны уменьшать свои желания, нужно подумать о смерти, вспомнить как ушли в вечный мир предыдущие наши поколения. Мы должны знать, что наступит день, когда нас обмоют, так же, как мы предыдущего нашего покойника, и что на носилках, на которых отвезли предыдущих покойников, понесут и нас в могилу. Если мы так относились бы к жизни, можно было бы спасти от смерти многих молодых ребят, за которыми плачут их матери, они жили бы и радовали своих родителей, получили бы барак от Аллаха. Если мы так смотрели бы на жизнь, в предыдущем строе, у нас не что они на жизнь смотрели как из бинокля через неправильную линзу, отдаляющую. Они не знали, что смерть рядом, и что ангел Азраэл может прийти в любое время, неожиданно и без предупреждений. Поэтому детей надо правильно воспитывать, чтобы они знали, как жить на земле, и как нам готовиться к вечной жизни. В хадисе пророка говорится, чтобы мы старались и для этой жизни, и для жизни вечной, но при этом не забывали, что земная жизнь коротка, а жизнь после смерти будет вечной, поэтому последней нужно уделять больше внимания. Сами подумайте, разве это нормально, если мы будем кормить здорового мужика детской порцией еды? Это грубый пример. Детям надо давать детскую порцию, взрослым взрослую порцию. Так справедливо. Также надо относиться ко земная жизнь коротка, поэтому земной жизни нужно уделять мало времени. Загробная жизнь вечная, поэтому надо на нее тратить много времени. В хадисе сказано, чтобы сочетали земное и ахрадское, но там же не написано произнести 2-3 раза и 23 часа в сутки потратить на земную жизнь. Разве где-нибудь так написано? Ничего в этом мире не появляется случайно. К примеру, где появляются вши? И чтобы они на грязи появились, нужна еще и влага, то есть нужны еще условия для их появления. Также, чтобы появились дети, необходимо, чтобы родители заключили брак, согласно законам Аллаха. Или вот для того, чтобы беды появились, должны быть причины. Например, насилие друг на другом может послужить такой причиной. Если хадис пророка в котором говорится «Ты в чужом доме не будь похож на скотину, отправленную на откорм». Это насилие и не будь не дающим закят. Это тоже насилие. Муазу, пророк говорит, «Ты берегись мольбы тех, по отношению к которым ты совершил насилие. Нет преграду между Аллахом и тем, кто пострадал от твоего насилия». Его мольбу Аллах принимает. Этот хадис передал имам Бухари. Теперь посмотрите на наше общество. Вы увидите, что вся жизнь нашего общества строится только на насилии. Далеко ходить не надо. Вспомните, какие взятки у нас берут у больного человека, который лежит на больничной койке. Ради любопытства сходите в больницу с больным родственником. Мы привыкли смотреть на все, как арабские женщины через никаб. А вы идите без никаба, откинув его назад, в больницах города Махачкалы, и увидите, что с вами будут делать. Если это окажется человек пробивной, он оттуда выйдет, как мокрая курица с пустыми карманами. Он потеряет все деньги, которые у него были. Так же обстоит дело, когда мы заходим в больницы. Мы в больницах находим расценки на койку, на процедуры, на операцию. Это есть, хотя мало кто из нас может заплатить. Откуда могут быть деньги у сельских людей, которые имеют двух коров и молоко от них, и маленький абрикосовый сад только для себя, а не для продажи. У людей, которые живут честным трудом, денег много не бывает. И откуда же должен брать честный человек деньги для взятки в эту больницу? А теперь ответьте мне, пожалуйста, это является насилием или нет? Пациенты в этом случае являются пострадавшими. Аллах говорит, что он на стороне пострадавших. Если этот человек вытянет руки и попросит у Аллаха, «О, Аллах, здесь нет людей, которые видят и понимают меня, хотя бы ты меня пожалей». Аллах может направить беду на тех, кто применяет насилие? Может, то, что среди нас ученые шейхи остановят беды? Нет, не может. Почему? Потому, что есть хадис пророка али-иссалят ва-ссалям. Если среди нас много насильников, то беды и насилие могут коснуться и ученых и шейхов. Это мы видим на примере Асана Устаза, который оказался в тюрьме. Он не совершал насилия, не совершал грехи. Он оказался жертвой бед, которые Аллах послал на насильников, оказавшихся рядом с ним. Так в тюрьме оказался Хасан Афанди, так убили Мухаммада и Ассуби, так пропало много дагестанских ученых и вали от соседства с насильниками. Ученые призывают нас, чтобы мы не совершали грехи, но люди следуют своим страстям, каждый совершает то, что ему вздумается, разве мы в таком положении спасемся от бед? Поэтому мы должны знать, что причиной всех бед наших является все большее распространение насилия в обществе. И все это насилие ради денег и из-за денег. Крылатым стало выражение сегодня, что деньги все решают. Если деньги все решают, почему же мы сегодня живем в страхе? Почему мы свободно без страха не можем выйти по своим делам? Почему у нас сегодня у всех двери бронированные? Почему мы сегодня ставим везде решетки? И когда начали ставить решетки, двери, с какого времени начали остерегаться? Со времен пророков, со времен сподвижников, со времен великих имамов? Когда же мы стали строить крупные заборы и решетки между соседями? Начали это делать тогда, когда материальное состояние поставили выше, чем проблемой нашего времени стали взятки. Пророк проклял взяточников. Он сказал, пусть будет проклят, давший взятку и взявший ее. Когда каждый день на нас из-за взяток Аллах отправляет тысячи и тысячи проклятий, как Аллах вместо насильников отправит нам ангелов? Или мы хотим, чтобы как на войне при Бадре Аллах отправил нам на белых конях войско ангелов? Мы знаем, как в битве при ухуде мусульмане проиграли из-за маленького проступка, нарушили приказ пророка который сказал им, чтобы не спускали с горы при любом развитии событий на войне. Люди не послушались пророка Аллах саляту ассалям. Они увидев, что выигрывают, поспешили собрать трофеи, конфискованное имущество противников и спустились с горы. Именно с того момента, когда пророк наказал не покидать, наступили войска врага под командованием Халид бен Валида. Из-за своих ошибок асхабы оказались в окружении, потеряли свой флаг, потом распространились ложные слухи, что убили пророка Аллах саляту ассалям. Спастись они смогли, когда поднялись на вершину горы. Мы должны знать, что от взятки грех приписывается обоим сторонам. И тому, кто дал взятку, и тому, кто ее взял. Бывают исключения, когда нас вынуждают. Человек оказывается в безвыходной ситуации. В таком случае дать взятку разрешается. Например, если речь идет о жизни и смерти не спасет больного. Можно дать. Грех будет двойной тому хирургу. А у нас как получается? Вначале, когда мы отправлялись в хадж, таможня иранского государства взятки не брала. И все это знают. Когда участились в поездке в хадж, мы приучили сотрудников таможни Ирана брать взятки. Поначалу они нам говорили, что за взятку их посадят, убьют. Но потом мы их научили брать взятку. Почему? Потому что люди к хаджу стали относиться легкомысленно и стали ездить в Мекку, как по маршруту Москва-Баку, не понимая серьезности греха. Люди стали сотрудникам таможни запихивать деньги то в карман, то еще куда-то. А человек устроен любящим богатство, как это написано в Коране. Вы любите деньги. Посмотрите, как мы их приучили. И в конце мы оказались в ситуации, что без взятки нам не разрешают ездить. Кто же здесь виноват? Они или мы? Если мы не давали бы, они же не брали бы и не научились бы. Даем взятку за что? За то, что многие берут туда того, чего не положено и за то, чтобы смогли добиться того, что не положено. Приходится вытаскивать деньги и совать их. Послушайте, ведь с голоду человек не умирает. прекрасная земля, горы, и ни у кого нет таких хороших возможностей, как у нас. Наверное, не найдешь на всей земле людей, как у нас, которые могут оценить по достоинству свою благодать и хранить ее. И еще одно негативное, что есть у нас, это прелюбодеяние. Это тоже стало причиной для развития неправильной идеологии. Когда вовремя не выдают дочку замуж и вовремя не женят сына, то происходят мужчина старше 25 лет у нас в селении Кикуни считался старым для брака, а сегодня и в 30 лет человек ведет себя как 18-летний. По этим причинам и другие беды наши. Например, сын, которого вовремя не женился, будет гулять по всему свету, потому что у него нет собственного дома. Тогда этот молодой человек начинает дружить с нехорошей компанией, ночует один день здесь, другой там, послезавтра еще где-нибудь. И в конце ему надоедает такой цыганский образ жизни. Если к нему подойдет кто-то и скажет «пойдем в лес», он идет в лес, он оказался в лесу, кто здесь виноват? Наша вина, вина родителей. Если вовремя выдадут дочку замуж, вовремя поженят сына, меньше будет проблем. Жизнь человека проходит, зачем мы сами на себя тянем эти беды? Почему мы не хотим своевременно строить семью наших детей, чтобы они говорили великие ученые, что свободное время это дремота для мужчины и гиперактивность для женщины. Сегодня это подтверждается в нашей реальности. Дремлющий человек может оказаться в руках других, его легко можно превратить в того, в кого хотят. Гиперактивная женщина опасна, если она не занята тем, чем нужно. Девочки начинают тратить время на бесполезные вещи, например, проводят свое время перед телевизором, который показывает много гадостей. Арабский поэт пишет, от безделья много проблем и бед. В наше время много бездельников. Однажды иду по улице и вижу сбор мужчин, которые играют в карты, а вокруг них болельщики. Теперь подумайте, какая польза от этой игры? Эта игра не дает ни религиозных, ни светских знаний, ни довольства Аллаха. Или может быть, это учит нас содержать в порядке свою семью? Это может дисциплине учит? Мы же забываем, как раньше на горе Алда в Тихуни целыми днями собирались ребята для игры в лото, и вечером они возвращались, проклиная друг друга за свои потерянные деньги со словами «пусть за саван придется платить ему деньги, полученные от меня». Шли так жестоко проклиная друг друга. Разве так жизнь строят? Если так строили бы жизнь люди в предыдущие 14 веков, то до нас религия ислам не дошла бы, и не получили бы люди такую славу, какую имели наши родители. Когда мы не следим за своими детьми, они начинают играть в любовь, как актеры в Ромео Джульетта, Муи и Махмуда. И тогда подтверждается еще один хадис пророка люди забывают Аллаха, когда они заняты бесполезным. И это мы сегодня явно видим. Прелюбодеяние увеличивается преувеличение бездельников. В книге Фатхульбари, автором которой является Ибн Хаджар Аскалани, говорится, что не появятся фитны моей уме, пока не увеличится количество незаконнорожденных детей. Поэтому, если исполнилось сыну 15 лет и у него зрелый ум, такого парня надо быстро женить. А мы сегодня видим, мало того, что появились незаконнорожденные дети от загулявших родителей, появились еще случаи, когда супруги продолжают жизнь незаконно после сказанных трижды слов развода. И у них появляются дети, которые в итоге тоже считаются незаконнорожденными. Сюда приплюсуйте и много других негативных явлений, которые превратило наше общество в бардак, где все гниет. Нам надо защитить себя от всего вышеизложенного. Чтобы убедиться в существовании всех этих пороков, достаточно один раз оказаться в Махачкале. Попробуйте поехать в одну из гостиниц Махачкалы. Пусть это будет небольшая гостиница. Вам сразу подойдет девушка легкого поведения и будет предлагать себя. Наш старый свекр рассказывал, как к нему подошла такая девушка, когда он поехал туда за документами. И он им мягко намекнул, я не из тех. И это старому человеку предлагают. Когда она к нему подходила, то сказала ему, ой, какой молодой. У молодого человека, который часто по телевизору смотрит гадости, если к нему подойдет такая девушка, голова закружится, и он сразу загорится желанием. Нам на занятиях преподаватель Рамазан Альбуты рассказывал, что он получил письмо от молодого человека из Алеппы, который написал, что у них большая семья, и пока у него не было возможности жениться. И вот как-то раз этот парень оказался в одной из гостиниц Дамаска. В этой гостинице он имел контакт с девушкой. После он почувствовал головную боль и слабость. При обследовании у него выявился СПИД. На этом примере наш преподаватель объяснил, что если таким бедным людям помогали бы богатые, которые не знают, куда деть деньги и придумывают себе новые расходы, сколько бедняков спасти можно было бы. В наше время каждый стал жить изолированно друг от друга, угождая прихотям своего навса. Это приводит к серьезным проблемам во взаимоотношениях между людьми. Если я себя сегодня чувствую хорошо, разве этого достаточно, когда мой сын или мой внук живет плохо? Если появятся беды в любом другом селе, где гарантия, что это не коснется моего сына или внука, если даже это меня не касается? Связь, которая должна быть между мусульманами, исчезла, каждый стал эгоистом, считая себя избранным и умным. Чем совершать суннат хадж, мусульманину в тысячу раз лучше поддержать бедного и помочь ему. Потому что если этот человек вдруг пойдет на прелюбодеяние, по закону шариата его надо убить. Спасти такого человека от прелюбодеяния и вместе с тем от смерти, разве этого мало? Все от невежества. Мы стали неразборчивыми. Шайтаны, гуляя вокруг нас, путают нас, внушают, что мука третьего сорта это мука первого сорта, а мы кушаем ее как первый сорт. Мы так поступаем, потому что уверены, наши знания не дадут нам запутаться. Ибну Атайля Искандарех Удисасирху устаз шизалийского тариката, которого мы ежедневно вспоминаем, пишет в своей книге Хикам, то признаком слабого имана является поспешность совершить сунну, оставляя фарс, лениво совершая фарс. После смерти человека все активно совершают сунну, режут быка, раздают сладости, собирают женщин, но никому в голову не приходит подумать, совершил ли этот человек обязательный хадж, есть ли у него упущение в фарзе, должен ли он кому-то возвратить деньги. Эта болезнь была распространена еще во времена Умара Абдул-Азиза, который говорил еще 1200 лет тому назад, когда его назначили халифом, «Дело, которое мне надлежит излечить, это то, в чем нет мне помощи, кроме как от Аллаха, это то, на чем умерли старые и на чем выросли молодые, к чему привыкли не арабы и к чему примкнули бедуины арабы, и то, что считают они религией своей, то, не прояснилось для них и не видят они истину, кроме их новшества. Люди религию превратили в обычай. Религия это красота. Разве это религия, когда человек кушает на могиле? Какое же сердце человек должен иметь, чтобы, находясь на могиле, кушать? На могиле человек должен думать о своей смерти и о могильных муках. Пророк Алейиссаляту Ассалям говорил, «Я запрещал вам посещать могилы, пока полностью не разъяснил вам религию, а теперь вы посещаете могилы, вспоминая о смерти». Если человек идет и кушает там, где положено вспоминать Ахират, что за воспитание у этого человека? Разве он не будет похож на того, кто идет кушать в морг? Человек должен знать место для всего. Надо знать, где кушать, где не кушать. Есть место, где думают, работают. Разве можно, ни о чем не думая, ходить везде кушать? Тогда человек станет похож на курильщика, который идет курить в неположенном месте. Завтра человек тоже может пойти кушать в туалет. Разумный человек должен знать, что и где делать. Человеку дан разум не для того, чтобы он топтал его под ногами, а чтобы использовал. Разум дан, чтобы мы развивали его. Когда молодые люди страдают от безделья, тогда они лезут везде, куда не надо. Так и женщину нельзя оставлять без работы. Мухаммад, сын Сааду Хаджи из Батлуха Худдиса Сиррухуд сказал, вы не оставляете девушку без работы, если даже вам придется делать работу соседа. А сегодня что за девочки? Они ничего не знают, потому что много времени тратят на телесериалы. Не умеют подметать, потому что есть пылесос. Не умеют готовить, потому что можно купить полуфабрикаты. Не умеют смотреть за детьми, потому что за детьми смотрят в садиках. Даже не умеют нормально готовить аварский хинкал. От отсутствия опыта тесто у многих твердое, которое невозможно прокусить. Почему? Потому что в свое время ее мама не научила. Старая мама за нее все делает. Мать должна учить дочку готовить с детства. Девочку надо готовить для серьезного ведения хозяйства дома. Это очень важно сегодня, чтобы мы привили к нашим детям интерес к полезному. Правитель Турции Ататург вел в Турции свою атеистическую идеологию, когда атеистическая пропаганда шла в школе, дети приходили домой и рассказывали своим матерям, которые не работали и жили на заработке мужа, то в школе учителя говорили, что нет Бога. Тогда матери возмущенно ругали своих детей и объясняли, что все имеет своего Создателя, и никто не сможет так устроить окружающий нас мир без своего Создателя. Тогда вести атеистическую работу команде Ататурга стало сложнее. Понимая, что матери мешают вести атеистическую работу, Ататург решил дать зарплату на два раза больше матерям, чем отцам, чтобы стимулировать их выход на работу. Так он добился свободный доступ к детям, ввести свою идеологию в их сознание, так как родители на работе и дети остались дома одни. Так Ататург смог испортить общество своей атеистической идеологией в Турции. Поэтому наших детей мы сами и свои мамы должны воспитывать, если мы хотим иметь детей, уважающих нас как родителей. К сожалению, люди все перевели на деньги. Свои же деньги работают против людей за то, что неправильно используют. В наше время дети дома, а родители на базаре. И так наши дети попадают под влияние заблудших идеологий, начинают курить, колоться и так далее. Нам один знакомый, у которого однажды потерялся родственник, рассказал, что он в Буйнакске в подвальном помещении девятиэтажного дома увидел оставленные детьми места пребывания. То есть они там находились как бомжи. Если так дети будут воспитываться, кто из них выйдет? Наркоманы, киллеры, проститутки, воры. Эти люди на все способны. Эти дети готовые товары для врагов ислама. Так ведь получается. Подумайте, чтобы оставить детей без родителей, что за ценности у людей должны быть? К чему это нас может привести? Приближаясь к концу, остановимся на недозволенном имуществе. Харам не обрадует человека. Это можно сравнить с едой, которую врачи запретили кушать при определенных заболеваниях. И при нарушении диеты обостряется болезнь и появляется аллергическая реакция или отравление. Допустим, перед больным с сахарным диабетом ставят красиво оформленный торт, который ему врачи запретили есть. Если такой больной соблазнится и начнет кушать этот торт, что от этого торта человек получит? Пользу или вред? Вред. Религия ислам запретила только то, от чего нам вред. Возьмем пример кредита, который тоже в нашем районе используют. И у вас тоже уверен, что используют, потому что сегодня людям больше деньги нужны, чем религия. Что же такое кредит? Кредит это, когда я Магомеду даю 100 тысяч и говорю ему, чтобы он через год вернул мне 150 тысяч, независимо от прибыли или убытка. И когда этот Магомед получает пачку денег без труда, он начинает с легкостью тратить их, забывая, что вернуть должен больше. Тогда его жена говорит ему, что и ей нужно купить что-нибудь. Закончились деньги, не успел вложить, и через год к нему приходят люди со сломанными ушами и сломанным носом, как крокодилы, требовать деньги, а у него их нет. Поэтому он решает сдать дом. Это ненормально даже для простой человеческой логики. Таких примеров много. Обанкротившиеся банки, разорившиеся богатые, закрытые заводы и фабрики, которые потеряли свою цену. Религия Ислам запрещает все, что унижает и оскорбляет человека. Ислам не запрещает торговлю. Ислам учит правильно торговать. Бывает, что один умеет работать, денег нет, а второй имеет деньги, а работать не умеет или времени нет. В таких случаях тот, у кого есть деньги, должен дать умеющему работать и сказать «Используй деньги и прибыль, раздели». А не так, получишь прибыль или не получишь, все равно отдай. Заключают договоры, как работать и как разделить. Получили прибыль, разделили, не получили, делаем сабру, проявляем терпение. Так красиво. Или так, как в другом примере, когда выгоняют из дома человека, если он не принес прибыль. Проявление терпения лучше, конечно же. Пророк, алейхи саляту ассалям, был отправлен для того, чтобы привнести в народ все красивое. Есть хадис пророка, алейхи саляту ассалям, в котором говорится, что он послан для распространения красоты ислама. Возьмите также водку и другие удовольствия, которые приносят только вред. Поэтому Аллах запретил это, это является харамом. А мы любим во всем винить евреев. Евреи и до нас тоже были. Во времена пророка, алейхи саляту ассалям, они были. Во времена асхабов они были. И в Коране, в суре али-имран, говорится, но если вы будете терпеливы и богобоязнены, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают. Также в Коране Аллах говорит, чтобы мы боялись его, ведь Аллах видит и знает наши намерения, поэтому нужно проявлять сабру и бояться Аллаха. Если не будет сабру и богобоязненности, а будет только потакание страстям, тогда нам и без евреев наш нафс навредит. Люди ведь не заплатят за разрушение моего дома, если я дурак и разрушаю его сам. Все должно быть так, как написано в Коране. Только вот наша беда в том, что мы непонятливые. Еще один хороший пример, который нам приводил Мухаммад Сейд Рамазан Аль-Буты, Он образно сказал о нас, о жителях земли, что у нас дом горит, а мы выходим во двор и развлекаемся. Кто-то в карты играет, кто-то в лото, кто-то в домино играет, одни пьют, другие танцуют, еще кто-то умудряется исполнять мавлиды, которые не могут быть хорошими, когда рядом горит дом. И когда кто-то говорит, идите тушить пожар дома, не отвлекайтесь там, они отвечают с важным видом, что это работа пожарных. Пожарные – это сегодня ученые. Да, может, это дело их. А вещи-то чьи горят? Чей дом горит? Наш дом же горит. Во время пожара сначала мы сами должны работать, потому что наш дом горит, а потом уже к нам приходят на помощь посторонние. Если вы сами на площадке будете играть в волейбол или еще во что-то, и когда на вопрос, почему вы пожар не тушите, вы отвечаете, это дело пожарных, которые должны приехать с другого района, проехав сотни километров, разве можно считать вас умными? Это слабоумие, легкомыслие человека. Что же надо делать? Всем быстро собраться и потушить пожар. Мы же в своем селе, так же, как и вы в вашем селе, если увидим пожар у кого-то дома, бежим же тушить. Сколько же у нас таких духовных пожаров, которые мы сами не потушили и оставили, пока потушат пожарные, и которые привели общество к бедам и несчастьям. Их так много. Почему же мы знаем, что пожар, который мы видим, когда горит имущество, идем быстро тушить? А почему же духовные пожары не тушим? Потому что любим богатство, имущество. Об этом говорит Катаму Асам, что когда он пропустил джамаат-намаз, ему соболезнование выразил только один человек. Если бы у него умер сын, то, говорит он, десять тысяч человек пришли бы на соболезнование. Имам Шаарани в Анваре пишет, человек больше должен переживать за духовную жизнь, чем за материальную жизнь. На самом деле, когда наступает физическая смерть, мы выражаем соболезнование, а когда человек погибает духовно, никто соболезнования не выражает, хотя духовная смерть хуже, чем физическая. Все потому, что жизнь на земле нам кажется долгой. Аллах дал нам разум, чтобы мы его использовали. Поэтому поразмышляйте. Если у нас нагноится палец, все лейкоциты нашего тела мобилизуются к больному месту, чтобы бороться с инфекцией. Если Аллах не дал бы нам такую защитную силу, как лейкоциты, нам не удалось бы спастись от инфекций. Мы умерли бы от гангрены. Наука медицины, опираясь на анатомию человека, доказывает, что весь организм активно борется с инфекцией, хотя рана может находиться на конкретном месте. Все тело начинает дрожать, потому что весь организм борется. Так же, как наш единый организм, мы должны бороться с духовными болезнями, независимо, где бы они ни находились. Потому что нагноивший гангренозный орган испортит весь организм. Ведь, например, при ливнях страдает не один человек, и ни одну силу от этого страдает. Так вот, на борьбу с ливнями должны все мобилизоваться. Если мы не примем меры безопасности, выделяя основное, ливень унесет все с собой на равнину. Очень важно, чтобы была халяльная еда. Если у меня будет старая машина, сзади которой написано «Багауддин на Кшбанди», пускай это будет даже джип или мерседес, если вместо бензина я залью туда уксус, машина не поедет. Потому что сам «Багауддин на Кшбанди» кудеса сируху говорил, что он дошел до своего высокого уровня не из-за старания совершить ибадат, а за то, что ел чистое и халяльное. И в Коране Аллах нам говорит, чтобы мы кушали только халяль и совершали только праведное. Об этом пишется и в Руху-ль-Баяне, что праведные дела совершает только тот, кто кушает халяль. Поэтому старайтесь кормить своих детей халяль едой, и деньги, которые в доме, делите на разные сорта, как и муку. Все же любят кушать хинкалы из муки высшего сорта. Вот и деньги на питание должны быть высшего сорта, то есть такими, которые вы заработали своим трудом, в которых вы уверены, что они честно и чисто заработанные. А если человек все, что попало, перемешивает и кушает, то он похож на питающегося помоями и кормящего своих детей помоями. Кого помоями кормили, тот и будет похож на помои. Имам Шаарани ван вару-ль-Кудсия пишет, кто питался халялем, халяль не совершит, и кто питался халямом, халяль не совершит. Многое из того, что мы делаем, не является чистым. Имам Аль-Газали в Ихья приводит притчу, в которой рассказывается о том, что хозяин накормил лошадь зерном, купленным за фальшивые деньги. И когда он воевал на этой лошади с врагом, то при попытке ударить врага кинжалом, лошадь откинулась назад. И так лошадь делала три раза. Ее хозяин, уставший и недовольный, сел, наклонив голову. К нему во сне подошла лошадь и сказала, накормив меня зерном, купленным на фальшивые деньги, ты еще с моей помощью врага, что ли, хотел убить? Часть имущества, если это харам, может уничтожить все имущество. По этому поводу тоже есть притча имама Аль-Газали. Когда маленькие дети увидели свою корову, которую уносила ливнем, дети стали кричать, «Папа, та вода, которую мы добавляли в молоко при продаже, унесла нашу корову». Поэтому старайтесь сохранить свое имущество в чистоте, чтобы оно было только халяльным. Это наша просьба к вам. Бедность не является позором. Если бы это было позором, пророк, алейхиссаляту вассалям, не был бы бедным и не умер бы в бедности. Умар Асхабда будет доволен им Аллах, не умер бы бедным. Умар ибн Абдул-Азиз, когда умирал, у него была всего лишь одна рубашка. Когда его жене сказали, что люди придут проведать ее мужа и надо бы поменять ему одежду, то она ответила, что у него нет больше одежды. Его жену звали Фатима, и она была дочкой правителя Абдул-Малика. Еще раз подчеркиваю, бедность – это не позор. Также богатство не является величием. Если бы это было величием, Аллах в первую очередь дал бы его нашему пророку, алейхиссаляту вассалям. Самое большое величие – это богобоязненность. Аллах в Коране говорит «Более богобоязненный из вас, более великий». Посмотрите, как Аллах возвысил Беляла Хабаши, да будет доволен им Аллах, над великими и богатыми правителями курайшитов. Как возвеличил другого сподвижника, Салмана Фариси. Пусть Аллах даст нам тауфих поможет сохранить религию и ислам в чистоте. Вы стараетесь терпеть обиды, унижения и бедность. То, что мы терпим, это капля в море по сравнению с тем, что пришлось терпеть нашим предкам. Пусть Аллах даст нам и вам тауфих принять и понять, изложенное нами. Дай Аллах, чтобы мы тоже не стали сгорая, сами сверкающими для вас наставляющими, и чтобы вы тоже не сгорели, а спаслись. По-другому мы не сможем. Мы явно это видим. Если мы не объединимся, как кулак, мы не справимся с сохранением ислама. Это нелегко, когда годами нашим предкам внушали ересь, и теперь нам, их наследникам, когда говорят, быть праведными, то, конечно же, за один день мы не сможем этого сделать. Сколько труда вложила коммунистическая партия за 73 года, внушая людям безбожие, столько же мы должны трудиться, чтобы убедиться, что Аллах наш Создатель, и что Ему мы должны подчиниться. Специалисты по махраджу правильное произношение арабских букв, говорят, сколько раз мы неправильно произносили звуки, столько же раз мы должны правильно произносить, чтобы свободно могли произносить. В общем, усилия нужно приложить. Если мы так не будем стараться, то мы не сможем остановить беду, которая на нас свалилась. Как трудились коммунисты, начиная с октября, комсомола и так далее, факультативы, партийные школы, съезды и кружки. Как долго и упорно, 73 года они работали, чтобы вскружить голову человеку и заставить его поверить, что он произошел от обезьяны. Нам теперь их ленту надо обратно перекрутить до начала, чтобы дойти до истины. Есть надежда, что мы и вы окажемся среди преуспевших. И мы надеемся на ваш дуа, учитывая этот Ахирзаман, время, близкое к концу света, о котором имам Бухари 1200 лет тому назад говорил, что наступит время, когда человеку будет лучше уединиться в горы, чтобы не совершить крупных грехов. Пусть Аллах сделает нас помогающими друг другу и на этом, и на том свете. И на этом мы заканчиваем нашу лекцию. Аль-Хамду лиллахи Раббил Ааламин.